Такие государственные руководители, как Александр Невский, бывали, есть и Бог даст, будут на нашей земле. Эти слова глава Екатеринбургской митрополии сказал сегодня в день престольного праздника Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. О торжестве в обители расскажет наш корреспондент Надежда Калинина. Как всегда, торжественная и благоговейная атмосфера собора Александра Невского наполнила души собравшихся радостным и праздничным настроением. Причины у каждого пришедшего в этот день в храм различны, но важно, что в итоге все собрались под покровом благоверного князя. Александр, потому что мой хоронитель, так что вот решил прийти редко, но метко. Встала, мне нужно было почему-то, как кто-то мне говорит, что ты иди, и я пошла. Поклониться святому благоверному великому князю Александру Невскому, покровителю нашей обители. Помолиться ему, чтобы он молился о нас, молился о нас Господу, за нас. Божественную литургию возглавил глава митрополии Владыка Кирилл, которому сослужили архиепископ Элистинский и калмыцкий Юстиниан, и епископ Падольский Тихон, викарь святейшего патриарха Московского и всей Руси. Соборная молитва прошла в храме, который вернули церкви в 1991 году. С тех пор дом Божий был восстановлен в былом великолепии, а в обитель вновь стали приходить жаждущие монашеского служения. И сейчас в монастыре большая часть сестер трудится в мастерских. Это швейное послушание, иконописное, библиотечное, переводческое, есть церковно-исторический кабинет, а также монастырское издательство. И, конечно, существует певческое послушание. Монастырский хор исполняет песнопения древним знаменным и византийским распевом. Обращаясь к молящимся, Владыка подчеркнул, что в нашей обычной жизни мы можем часто не видеть ту руку помощи, которую протягивает нам Господь. В этот сегодняшний день он нам еще и еще раз напоминает о том, что в нашей жизни всегда есть то, за что бы мы могли посмотреть, ухватиться и выжить в этой жизни. И таким способом в том числе является и обязательная молитва нашим угодникам Божиим. И святой Александр Невский, по словам Владыки, пример того, как человеку твердо и искренне идущему по выбранному христианскому пути Господь дает свое благословение. Спасибо.